Как царь Пётр зубы лечил Эта история произошла во время царствования Петра I. Пётр Великий очень интересовался хирургией и, путешествуя по Голландии, выучился у одного странствующего фельдшера – рвать зубы. Это занятие понравилось царю чрезвычайно. Вернувшись в Петербург, Пётр при всяком удобном случае упражнялся в хирургическом ремесле и с энтузиазмом драл зубы больные и здоровые. Царь действительно умел рвать зубы профессионально. В книге «Седая старина Москвы» содержится вот какое описание. Царь превосходно рвал зубы. Однажды, гуляя по рынку Амстердама, остановился у лавки одного цирюльника, который дошел до такого совершенства, что рвал зубы ручкой чайной ложки и концом шпаги. Государь призвал его к себе, велел ему повторить опыты своего искусства и после нескольких уроков не уступал своему учителю. К русскому царю в гостиницу под вывеской «Слона», где царь жил, стали во множестве приходить голландцы, страдавшие зубной болью. Царь Пётр рвал им зубы очень искусно и платил за то по шиллингу. Многие в окружении Петра знали, что лечение зубов ему поднимает настроение. Поэтому, когда он был в гневе, просили помочь в лечении. Царь, вырвав зуб и услышав хвалебные слова о его лёгкой руке, менял гнев на милость. В те времена больные зубы были признаком достатка и высокого положения. Именно богатые могли себе позволить вредные сладкие яства, приводящие к кариесу. Деревенские же жители и беднота питались простой и грубой пищей, да и доживали редко до 40 лет. Поэтому проблем с зубами обычно не имели. В кунцкамере хранятся некоторые вырванные императором зубы. Всего их сохранилось 74. Большая часть относится к малярам, то есть группе трудноудаляемых. Корни их сильно искривлены, однако ни один не отломан. Безусловное доказательство высокой квалификации и твёрдой руки. Так что и с диагностикой у русского царя всё было в порядке. А байки, что он тащил больные и здоровые зубы, возможно, были придуманы уже позже, ради красивого словца.